Похороны с подселением. В прикорпатском поселке Ворохта жители вынуждены хоронить родных в чужих могилах. Почему, расскажут мои коллеги. Кладбище в Ворохте на окраине поселка. Хоронят людей здесь уже 150 лет и каждый год территория увеличивалась. На сегодня не осталось ни одного свободного клочка земли. Можливости, то есть где можно хоронить, полностью вычерпено. Людей хоронят уже по другому разу. Откопаются останки людей, которые похоронены в переднем, у которых могилы уже практически, можно сказать, сруйнованы. И никто их не доглядывает, просто уже ровно с землей. И когда приходится, что копают могилу, попадают на останки. Это, конечно, не по-христиански. Поселковым в свете уверяют, обустроят новые кладбища и рады, но не могут. Нет свободных земель сейчас в запасе селищной рады. Расширить кладбище можно только за счет земель за пределами Ворохты. Но не все так просто, говорят чиновники, ведь это территория Карпатского национального природного парка. Треба еще с 2004 года уже сделана проектная документация, лишь погоджения нет в экологии. И национальный парк не дает на вырубку дерева, чтобы обладать кладбище, которое должно быть площадью 3 гектара. Руководство национального парка уверяет, все от них зависящие давно сделали. Примечательно, что пока селяне стараются выбить квадратные метры под кладбище, землю без каких-либо проблем получают чиновники. Не так давно участки здесь отхватили сразу 6 сотрудников прокуратуры. Жанна Дучак, Зиновья Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.